Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня мы с вами поговорим о красотах международных шашек. Сейчас в столице Польши, городе Варшава, проходит матч за звание чемпиона мира среди женщин. Играют Тамара Танцекужина, россиянка, и полька Наталья Садовская. Многие из вас слышали, что во время данного матча произошел некрасивый инцидент. Один из организаторов матча прямо во время игры снял российский флаг со стола, сражающихся за шашечной доской, и оторвал наклейку с изображением российского флага. Безусловно, омерзительный поступок. У меня, когда я об этом узнал, поднялась волна негодования, но затем я узнал, что поляки совершили благородный поступок. И обратите внимание, инициатором стала именно Наталья Садовская. То есть поляки затем сняли со стола играющих и польский флаг. И как раз об этом попросила Наталья Садовская. Безусловно, благородный поступок Натальи очень тронул меня вот это вот действие. Вы знаете, Наталья Садовская пленила мое сердце вот этим своим благородным порывом. Я сейчас буду болеть только за нее. Не знаю, как закончится матч, сейчас побеждает Наталья Садовская, но я желаю победы ей. Буду болеть только за нее, друзья. Вот так вот. Вот это была красота, так скажем, в действиях шашистки. Я надеюсь, будущей чемпионки мира по международным шашкам Натальи Садовской. Наталья, ты молодец. Если бы сейчас была рядом, я бы тебя просто обнял. Ну давайте поговорим теперь о красотах в международных шашках. Чем отличаются международные шашки от русских? В русских шашках доска 64-клеточная, как и в шахматах. Поля обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и буквами латинскими A, B, C, D, E, F, G, H. Всего 32 игровых поля черных. В стоклеточных шашках, как вы поняли из названия игры, 100 клеток. То есть игровое поле 10 клеток на 10 клеток. Всего игровых полей 50 черных клеток. Поля обозначаются со стороны черных цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и заканчиваются со стороны белых цифрами 46, 47, 48, 49, 50. В русских шашках в игре участвует 12 шашек со стороны каждого из соперников. А в стоклеточных шашках играют 20 шашек белых и 20 черных. Ну давайте теперь рассмотрим 3 отличительных правила, которые отличают 100 клетки от русских шашек. На примере комбинации давайте это рассмотрим. Первая отличительная особенность стоклеточных шашек от русских. В случае если у играющего есть несколько возможностей для взятия, играющий обязан побить больше шашек соперника. То есть вот в данной позиции, ну квалифицированный шашист, стоклеточник очень быстро найдет удар за белых. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти этот удар. Белые играют 33-29. Ну непонятный ход со стороны шашиста русских шашек или начинающего шашиста. То есть черные по идее могут побить и в эту сторону в русских шашках, и в эту сторону и окажутся с лишними шашками. Но на самом деле в стоклетках черные обязаны бить большинство. То есть есть возможность побить 2, 2 шашки и 4 шашки. Черные обязаны значит бить 4. И белые затем совершают свой завершающий удар и должны легко победить. Вторая отличительная особенность в стоклеточных шашках гласит о том, что простая шашка, достигнув последней горизонтали, в результате взятия становится дамкой, но право боя как дамка она получает только со следующего хода. То есть в этой позиции белые наносят симпатичный удар. Они играют 47-41. В русских шашках черные побили бы сразу же. Поставили дамку и дальше уже бьют вот на это поле. И легко побеждают. Но в стоклетках черные ставят дамку, белые ходят и только со следующего хода дамка имеет право бить как дамка. И после этого белые бьют шашку и дамку соперника и побеждают. Третье отличительное правило от русских шашек заключается в том, что простая шашка, достигнув в результате боя последней горизонтали, обязана бить дальше по правилам простой шашки. И остается простой шашкой. То есть в этой позиции, можете поставить видео на паузу, попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют 26-21. И черная шашка, несмотря на то, что проходит сквозь дамочное поле, остается лишь шашкой. Потому что она обязана бить дальше как шашка. Черные снимают шашки и затем белые наносят свой решающий удар. И обратите внимание, и белая шашка совершает удар и остается, проходит сквозь дамочное поле и остается тоже шашкой. Так как обязана бить дальше. Затем белые снимают шашки черных и получается позиция на один на один, в которой побеждают белые. В статклеточных шашках есть несколько красивых ударов. Некоторые из них называются в честь игроков, которые впервые совершили данный удар. На доске сейчас стоит позиция, в которой белые производят комбинацию, так называемую удар Наполеона. Есть легенда о том, что Наполеон Бонапарт, французский император, в очередной партии со своим адъютантом обнаружил новый эффективный прием, позволивший одержать быструю победу. А позднее этот удар, названный в честь него ударом Наполеона, стали применять все любители. Белые жертвуют шашку, пропускают черных в дамки, жертвуют еще одну шашку, разбивают левый фланг черных вот таким разменом и наносят свой завершающий удар. То есть видите, белые построили подударную цепь из черных шашек и дамки и наносят вот такой красивый удар, снимая четыре шашки черных и дамку и должны победить. Следующий удар в стоклеточных шашках называется королевский удар. Ну, видимо, или из-за его красоты, или из-за того, что в стоклеточные шашки все-таки играли и французские императоры, в том числе короли. То есть, возможно, этот удар впервые совершил один из французских королей. Кстати, доподлинно известно, что французский король Людовик XIV, король солнца, любил вот эту игру. Белые отдают две шашки, затем еще одну и обратите внимание, выстроилась подударная цепь из черных шашек и белые наносят свой финальный удар. С помощью вот этого построения, кстати, шашки 40 и 45, вот эти две шашки, в стоклеточных шашках даже имеют особое обозначение, они называются Олимпик. Вот с помощью этих двух шашек очень часто совершаются удары подобного рода и белые всегда имеют возможность размена на своем правом фланге. Запомните еще раз, вот эти две шашки, 40 и 45, называются Олимпик. Они очень важны в стоклеточных шашках. И наносится финальный удар. Белые снимают пять шашек и должны легко победить. Ну, давайте посмотрим последний на сегодня удар. Он называется Лестница. Также он есть и в русских шашках. В данной позиции можно ошибиться, то есть есть ложный след. Белые начинают комбинацию ходом 27-21. Обратите внимание, что черные обязаны бить большинство. Одну шашку они не имеют права бить. Бьют две шашки. Затем белые пропускают черных в дамки. Пропускают вторую дамку черных. И дамка, по идее, видите, в русских шашках она бы сразу же превратилась в дамку и уже совершала ударный ход, как дамка. В стоклетках сперва бьют шашку. И только следующим ходом черная дамка обязана будет бить белую шашку. Белые играют 50-45. И наносят свой финальный удар. То есть, видите, это название Лестница. Этот удар получил из-за того, что черные дамки как бы поднимались, как будто по лестнице. То есть, первая дамка поднялась, вторая. И затем белые выстраивают подударную цепь из черных шашек и дамки и наносят свой финальный удар. Таким образом. И только сейчас шашка превращается в дамку. Ну и дальше белые обрезают черных вот по этой линии. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели красоты международных шашек. Ну или в простонародье, как их называют, стоклеток. Очень красивая игра. Ну, если сравнить с футболом, то русские шашки это своего рода футзал. То есть, игра более динамичная, более точная. А стоклетки это скорее уже большой футбол. То есть, такая профессорская игра. Игра более тягучая, так скажем, более длинная. То есть, в русские шашки обычно партия длится в среднем 25-30 ходов. А в стоклетке уже в среднем около 50 ходов. То есть, гораздо более дольше играют оба соперника. Еще раз хочу сказать, что после благородного поступка Натальи Садовской, когда она сняла также польский флаг со своего столика, в честь, так скажем, в знак солидарности с российской спортсменкой, я испытываю глубокое уважение лично к Наталье Садовской. Ну и, вы знаете, весь негатив по отношению к организаторам данного турнира все-таки прошел. Я не испытываю никаких больше плохих чувств. Я, в принципе, доволен тем, как все это завершилось. В принципе, мы увидели с вами хэппи-энд. Ну, на этом все, друзья. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу красоты игры, по поводу вот этого поступка Натальи Садовской. До свидания!